Школьники Тверской гимназии номер 44 соорудили и запустили водную ракету, за что были отмечены призами Всероссийского чемпионата реактивное движение. Разностороннее развитие детей – одна из основных задач, которая стоит перед региональными и федеральными властями. Один из таких способов – проведение различных конкурсов. С юными учеными-ракетчиками пообщалась наш корреспондент. Финал чемпионата реактивное движение проходил в Калужской области. Всего участия в соревновании приняло 36 команд школьников и студентов из разных городов России. Тверь представили ученики 7 класса 44 гимназии – Тимофей Анисимов, Никита Быков, Кирилл Бучинов, Веройника Родионова. Для юных тверичан-изобретателей запуск водной ракеты стал итогом многих месяцев кропотливой работы. Ракета сделана из ватмана, склеенного с помощью клея ПВА, обтекатель из пенопласта. Мы его подрезали, у нас сейчас надержится в ракете за счет силы трения. Стабилизаторы сделаны из картона, приклеены на холодную сварку. Направляющие кольца напечатаны на 3D-принтере. Сопло на бутылку надевается специально, чтобы вставлялась в пусковую станцию, за счет, собственно, и летится ракета. 34 метра в секунду – это у нас была максимальная скорость. Максимальная высота у нас была 33 метра. Чтобы попасть на финал чемпионата, юным ученым предстояло утвердить перед экспертами проект ракеты. Изготовить ее, зачем защитить уже саму конструкцию, получить разрешение на старт и провести наземные испытания. Сначала мы делали саму программу для того, чтобы передавали все данные ракеты. А потом уже в самый последний момент начали делать корпус. Саму ракету делали из ватмана, намазанного эпоксидной смолой. И вот есть еще направляющие кольца, на которые надевается специальная пусковая установка. В процессе работы над проектом ребята изучали физику полета, программное обеспечение для проектирования деталей ракеты, схемотехнику, программирование полетного контроллера и радиосвязь. Это у нас обтекатель. Внутри у нас находится полезная нагрузка. При включении ракеты запускается сервопривод, он приходит в нулевое положение. Также сгораются светодиоды. После нажатия на кнопку у нас срабатывает сервопривод и выпускается парашют. Привод, с помощью которого срабатывается система спасения, все датчики, получается это барометр, который измеряет высоту, датчики для телеметрии, основная плата Ардуино, на котором, собственно, сдерживается вся система. В итоге ракета поднялась в воздух, успешно передав данные о полете, высоту, температуру и давление на самостоятельно разработанную приемную станцию. Созданием водной ракеты ребята занимались на базе кружка гимназии под руководством педагога дополнительного образования Федора Масалова. Начинали мы с фактически теоретических занятий, потому что это седьмой класс, у них еще только самое начало физики. Мы с ними немножко поговорили об электричестве, о механике, о других разделах науки. Потом приступили к получению базовых навыков. И после этого мы уже приняли решение участвовать в этом конкурсе, приобрели конструктора и приступили к целенаправленной работе над нашими ракетами, в которой уже ребята могли проявить себя более самостоятельно. По словам руководства, гимназия – учебное заведение в гуманитарной направленности. Но преподаватели стараются составлять учебные планы так, чтобы ученики развивались в разных направлениях. Отсюда успехи ребят в разных областях наук. В следующем году юные ракетостроители планируют решить более сложную задачу – построить твердотопливную ракету. Что ж, хочется надеяться, что у них все получится. Продолжение следует...